Микс Ньюс Советы Богачек Время выхода программы анонсируется дополнительно И все проблемы решатся Здравствуйте, уважаемые слушатели Надеемся, действительно, что благодаря программе Советы Богачек все проблемы решатся Российский психолог Ирина Богачек Сегодня в нашей студии, здравствуйте А также Елена Михайлова, организатор всевозможных Интересных мероприятий Здравствуйте Олег Пека Мы еще в прошлую В прошлую нашу встречу Начали очень такую волнующую Я думаю, многих тему Как правильно поссориться так, чтобы не разорвать отношения Чтобы эта ссора была Наоборот, укрепляющей отношения И какие цели нужно преследовать Затевая ссору И просто не хватило времени И действительно, наверное, это такая тема, которую Стоит на протяжении нескольких программ Светить Вы можете тоже принимать участие в нашей беседе 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Телефоны прямого эфира И кто стесняется, может быть, позвонить Боится, что его голос услышат Опознают Могут присылать просто Сообщение на WhatsApp 2-3-0-6-1-91 Пишите ваши вопросы Ваши комментарии Согласны вы, не согласны Может быть, какие-то жизненные ситуации Вы хотите получить Ну, совет В этой же ситуации Ну что, вот тогда Я уже не помню Мы остановились Я, знаете, как ученая У меня все разложено по полочкам Да, и Знаете, вот Как акула Она ходит-ходит кругами Но сути не упускает И мы остановились На том Что и когда Стоит объяснять Вообще, стоит ли что-то Объяснять во время ссор Имеет ли смысл Да, имеет ли смысл И здесь еще раз Вернусь к тому моменту Что все-таки Мужчины и женщины Абсолютно разные существа А дело в том Что женщины аналитичны Мы цепляемся к деталям Мужчины же синтетичны В итоге То есть они констатируют факт И в итоге К чему мы можем прийти То есть женщине важно Обсудить Почему так случилось Из-за чего так случилось Что являлось основанием Для того-то, того-то А мужчина говорит Так, это уже факт состоявшийся Давай будем двигаться дальше И в этот момент Женщину это очень сильно обижает То есть она говорит Ах, он не хочет со мной разговаривать А поговорить Да Он не хочет со мной поговорить Он не хочет объяснить мне Да, что Значит он меня А. Не уважает Б. Не любит Значит ему И у него есть другая Сразу Ну, даже вплоть до этого А мужчина Он, ну что Вот уже факт случился Слушай, ну уже давай жить Следующим днем Хотя некоторые мужчины тоже У которых очень сильно выражена Анима То есть это вот чувственная составляющая Они Им тоже важно иногда бывает поговорить И как раз наоборот Здесь такая бывает ситуация Вот Лена мне как раз О ней рассказывала Я ему говорю Уже все решено Он говорит Нет, давай обсудим То есть это не обязательно мужчина-женщина То есть все зависит от нашей внутренней структуры психологической и так далее Так вот Дело в том, что мужчина и женщина не умеют читать мысли друг друга Поэтому разговаривать нужно И если тебя что-то волнует И более того, если эта тема всплывает неоднократно Значит каждый раз тебе вселенная предоставляет такую ситуацию Чтобы ты все-таки попытался решить этот вопрос И дело в том, что Ну как объяснять Иногда люди во время ссоры Для них очень важно Вот абсолютно наговорить все, что его волнует Даже не только в эту конкретную ситуацию А вообще все И очень часто используются Ну жутко обидные фразы Которые вот категорически нельзя произносить Я вот прям сделала себе такую вот маленькую выписку Тех самых фраз Какие-то темы Тех самых фраз И я вот сейчас буду коллеги вам называть А вы вот послушайте Что вот лично у вас резонирует И ну вы бы посчитали, что это фразы оскорбительные Ну например Мне уже все равно А что в этом обидного? У каждого своя психическая реальность А для меня вот например Это было бы очень обидно Потому что ну значит человек уже все Он вот что называется Замороженное мясо в морозилке То есть ему уже все равно Что воля, что не воля А я об этом сегодня еще остановлюсь Да вот когда люди достигают такого состояния Или например Ты никогда или всегда Вот по-моему Олег в прошлый раз об этом говорил Когда вот те самые обобщения Да, да, да И не конкретная ситуация А вроде как тебе уже приписывают все смертные грехи И что ты постоянно это делаешь А может быть это вообще были разовые какие-то истории Если бы ты не забыл что-то Я бы например сейчас не кричала То есть очень часто обращаются Ну в большей степени девушки Что мужчины что-то там забывают Я не знаю Все что угодно Девушки тоже забывают в конце концов Мы же все люди-человеки Правда? Вот чего точно нельзя Я хочу развестись Пиши заявление Потому что тем самым ты показываешь свои намерения Намерения и эмоции разные вещи То есть ты можешь даже поругаться на человека Даже пообзываться Вот Но это ничего не значит А вот если ты говоришь о намерениях Например Да, я хочу развестись Или я хочу с тобой расстаться Вот это уже действие Запомните пожалуйста Это вот тоже как лайфхак Лучше обзывайтесь, кричите и это эмоция Чем говорите о каких-то своих конкретных намерениях Вот они убивают Они разрушают отношения Ну да, хотя человек может быть и об этом не думает А наоборот этого боится Но в результате того, что он озвучил У второй половинки уже поселилась И мне кажется всегда вот эта фраза А это могут быть собственные проекции Я тоже сегодня поподробнее на этом остановлюсь Что такое проекции Как они и с позитивной и с негативной стороны на нас влияют Или например Вот часто мужчины это говорят Я не обязан отчитываться куда иду и с кем Ну и женщины говорят А тогда у партнера создается впечатление Что у тебя есть от меня тайны Что ты скрываешь от меня И вот в этой зоне что-то скрываешь Ну там может быть соперник Вот Потому что современный человек он очень тревожный И он хочет все разложить по полочкам Чтобы была ясность Куда ты пошел, с кем ты пошел И многие даже перепроверяют И вообще этот ужас ужасный Под названием фейс Тайм Да когда А покажи где ты Ой Да А что тут вокруг тебя А какие твои друзья тут рядом с тобой сейчас находятся Ну это же унижает человека очень Ужасно Это момент недоверия А это вот вопрос общественного договора А может быть настолько тревожный человек Что вот не будет знать Понимать где находится ее близкий И уже додумывает Потому что человеческая психика всегда стремится к завершению Я говорила об этом И начнет фантазировать А ты понимаешь что может быть и такое Что вот он вроде и знает и понимает А все равно додумывает Вот он увидел где-то на фотографии Ну там в фейсбуке А рядом мужчины за столом Да Хотя какие-то элементарные переговоры Так а кто это такой А что это А если ты как-то еще вскользь Ну вроде как бы не знаю кто Начинает закрадываться Так что-то она недоговаривает Что-то там явно есть Хотя ну то есть тут же наверное конкретно зависит Вот уже от человека Его какие-то особенности Конечно Но если вы понимаете Что ваш партнер действительно тревожный Это его собственные страхи Понятно его проекции То есть я сегодня очень подробно об этом расскажу Ну будь снисходителен Ну дай ему хотя бы ту порцию информации Которые ну плюс-минус устроят И того и другого То есть вы договариваетесь Вот например у меня абсолютно четкая договоренность Со своим супругом Что где бы мы ни были Что бы мы ни делали Мы берем трубки Хотя бы два слова Я сейчас занят Я тебе перезвоню Ну не смс-очка А да То есть ты слышишь голос родного человека И ты уже немножко успокаиваешься Ну это наши договоренности Каждый договаривается между собой сам Ну вот это я не обязана отчитываться Куда я пошел Что я пошел Это Ну вот в моей психической реальности Немножко оскорбительная фраза Не знаю Ну возможно Да Вот Или например то самое сравнение Почему ты не можешь быть таким Как он То есть вот это вот для мужчины Мне кажется Цепляет Сразу хочется сказать Вот иди к нему Да Сразу Вот Затем такая фраза Тоже такая вот Мне кажется сильная В отрицательном значении Лучше бы мы вообще никогда не встретились Ой Ну как бы вернуть то время спять нельзя Это раз То есть уже фраза даже не умная В контексте своем Фраза Я не хочу с тобой разговаривать Она кстати может быть и эмоциональной То есть вот о чем я говорила Это может быть эмоциональный оттенок А может быть действительно То есть посыл к действию То есть я не хочу с тобой разговаривать Значит ну вот все А если в данном случае Действительно партнер чувствует Что лучше так сказать Ну охладить пыл Да И давай перенесем разговор На более поздний вот срок Да Или период когда уже Да Ну бывает же что в эмоциях Ты не слышишь друг друга Да А когда ты немножечко остыл То вроде бы как и в состоянии Уже воспринимать Что тебе говорят извне Да Вот как вот здесь правильно Переформулировать Можно сказать Здесь Запросто можно сказать Стоп Можно мы вернемся к этому Через час Тайм аут Прошу Стоп Мы сейчас можем наговорить Друг другу Очень обидных вещей Которые мы потом То есть гораздо больше энергии Мы потратим на то Чтобы Это все сгладить И сказать что это не так Помните как в прошлой передаче Нам мужчина звонил И говорит Вот я наговорил Ей да Вот как же ей объяснить Что это все То есть кто-то все-таки Из двоих должен быть Более разумный Да Всегда Вот это тоже степень Общественного договора До какой степени Можно входить Так сказать Вот в эту воронку Ссоры энергетической Чтобы уметь Оттуда вынырнуть А не утонуть И пойти на дно Когда уже кажется Когда уже Эмоции Жизни нет Дышать не можешь И так далее Ну вот Очень ужасная Фраза Которая мне кажется Совсем нельзя Говорить Ты просто смешон Вот Олег Сейчас Женщины говорят Мужчине Вот если бы Вы услышали Такую фразу Ну да Задел Наверняка Конечно Ой А мне кажется здорово Если человек сидит рядом И смеется И он же жизнь продлевает Это лучше Чем плачется Плачется А вот кстати Очень хорошая история Дело в том Что многие люди Во время стрессов Не только ссоры Не грустят А хихикают Обожаю это понятие Неконгруентная дурашливость Вот я лично Ну извините за выражение Ржу Когда мне Что-то вот травматизирует Так Мой папа так же делает Моя мама Все время кричала И говорила Что ты смеешься Ничего смешного Сейчас не происходит А это Как рефлекс Рефлективная реакция Вот такие вот Неконгруентная дурашность Это тоже один из показателей Того что человек Находится в стрессе Но другой Его в этот момент Не понимает То есть Здесь конечно Очень важно Понимать своего партнера А что происходит Во время ссоры Это разговор Слепого С глухим Однозначно Тебе кажется Что только у тебя Есть проблемы Что только Тебя что-то задевает Ты в эмоциях Тебе важно Это высказать И ты зачастую Совершенно не думаешь О том Что такая же эмоция Может быть у твоего партнера Тебе кажется Что он наоборот Тебя обижает Задевает И в общем Очень многие Только одну мысль Держат в голове Кто же из нас прав То есть доказать Свою правоту Выиграть Вот ту самую войну Во что бы то ни стало А вот у меня позиция Просто слушать Как радио Или как телевизор Ну вот там идет звук И идет Ты же ну не реагируешь На то что там говорят Извне Ну то есть дать высказаться Полностью Пока не ссякнет Не реагировать Да Стараться вообще Не поддаваться Вот этому На провокацию Потом человек отходит Остынет И буквально Даже может быть На следующий день Лучше всего Когда уже с этой мыслью Так сказать Переспал И он сам понимает Уже что Ну в общем то да Ломал дров Они все могут остыть Некоторым очень важно Получить от тебя Хоть какую-то ответную реакцию И как раз Когда ты Не слышишь его Ну как ему кажется Не слышишь И не реагируешь Вот эта более правильная фраза То есть он будет Изводить тебя Всевозможными Меркодами Для того Чтобы вызвать Хоть какую-то реакцию Может быть даже Оскорблениями А может быть даже И неким телесным воздействием Поэтому во время ссоры Ленусик Хотя бы какую-то эмоцию Давай Потому что Хотя бы просто Громко хуйни дверью Завтра Вот так не наступит Завтра рядом с собой Да Окажется радикал И для него Это ужасно Не получать реакцию То есть ему кажется Что ты Унижаешь его Тем что ты не реагируешь Даже громко Стереотипов произойдет Да-да-да Радикалы Это люди У которых базовая эмоция Гнев Я все время повторяю эту фразу Да-да Это излюбленные Девушками Типаж мужчины Это вот такие бизнесмены Которые ведут Какой-то Свой серьезный бизнес Безусловно Они могут кричать Ругаться Они так привыкли И у себя В компаниях Потому что Тихие И такие Серые кардиналы Там чаще всего Финансовые директора Вот и генеральные директора И хозяева компании Они часто позволяют Себе кричать Потому что там Подростковая фиксация Возрастная Вот подросток Не выбирает особо слова Да И соответственно В отношении он Переносит то же самое И ему Он будет доказывать тебе Что он прав И вот здесь Очень хорошо работает Прям лайфхак Правило Три к одному Например Он тебе говорит Мы поедем С тобой В Крым А ты говоришь Я не хочу в Крым Я хочу в Италию Мы поедем в Крым Все Я решил Там друзья говорят Что там все классно Каждая следующая ступень Будет понарастающей Да не хочу Я хочу в Италию Я хочу купить себе Красивые вещи И так далее Так Ты опять о себе Только думаешь То есть тебе что Шмотки важны Тебе наплевать Я сказала Что мы Ой сказала Господи Прости Сказала Сказала Что мы поедем в Крым И вот если ты На этом третьем завороте Будешь сопротивляться Вот здесь ты можешь получить Оскорбление Крыму И так далее И вот здесь Три к одному Ты говоришь Слушай А может быть Это и неплохое предложение Все И он теряется Потому что Нет опоры То есть сила действия Равна противодействия То есть он давил Давил А ты хоп И все И давить то некуда И соответственно Он такой Хм Агрессия спала Эмоция спала А ты сказала Интересно Ты еще не сказала Что ты Согласна Согласна И приняла это Но во всяком случае Ты не сопротивляешься И в принципе Возможно таким образом Даже и переубедить его Да Поехать в Италию Дальше там целая Куча может быть Советов Как это сделать Что в итоге вы поедете В Италию Вот Но это уже такие Некие методы Манипуляции Да Очень плохо Когда люди не разговаривают Когда люди Ну как страусы Да Прячут голову И здесь происходит Что например Девушка обиделась И она считает Что мужчина Должен был Увидеть Эту ее обиду Иногда даже бывает Что девушка Обиделась Не на своего мужчину А например Ее обидели В компании Ну вот Кто-то ей сказал Что это грубое А мужчина Не вступился Например И она считает Раз он ей близкий человек Да У них отношения Он должен чувствовать Так же как она Он должен был Почувствовать Что ей это обидно А он ее не защитил И они уходят с вечеринки Она не разговаривает с ним Он говорит Я не понимаю Вообще Потому что мужчины Разумные А он может даже И не понял Что там есть что-то На что можно обидеться А она говорит Ну если надо объяснять Не надо объяснять Я кстати Одна из моих любимых фразочек Если надо объяснять Не надо объяснять Прям обожаю Но не в этой ситуации Потому что здесь Безусловно Мужчина начинает думать Так а что произошло Звонит друзьям А что я может быть Что-то пропустил И так далее Она Ах он не почувствовал Что мне обидно Ах он за меня Не вступился Объяснять я ему Это не буду Потому что Это унизительно Почему я должна Ему это объяснять Это унизительно Значит он меня не любит Женщина замыкается Иногда может быть Даже несколько дней Не разговаривает Это может И в одну И в другую сторону быть Партнер начинает думать Так что же я Так вот натворил Ну раз Я не понимаю Ну наверное Она меня разлюбила Не хочет со мной Разговаривать Уходит Вот Может у нее Вообще другой Кто появился То есть люди Начинают фантазировать Вы не представляете Что И дальше Начинают пребывать В этом мире Своих фантазий Ну например Один мужчина У меня В практике Он очень старался Для своей Барышни Старался Старался А ее что-то Все не устраивало А он А он Не высказывал Свои вот эти Эмоции По этому поводу Что Мне неприятно То что ты Не оцениваешь То что я делаю Вклад который Я в семью Вношу И он Развернулся И ушел Она не поняла Почему он ушел Но бывают же люди По сути Они потребители И они просто Привыкают Что для них Просто обязаны Все делать И слова благодарности У них не существует Таких же огромное количество Поэтому мне кажется Может он и правильно сделал Что развернулся И ушел Да Ну а К этому кстати Склонны люди Психотипа эмотивного У которых базовая эмоция Спокойствие То есть они терпят 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 То есть относятся К капризам партнера Которые чаще всего Младшина на возрастной фиксации Вот знаете Как взрослый родитель Например там бабушка Да Или дедушка И вот он терпел 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 А потом он не вытерпел Развернулся и ушел И вот если эмотивы уходят Они уходят навсегда Эмотивы не дерутся Потому что они умеют убивать Есть такая ключевая фраза Да Эмотивы не дерутся Потому что они умеют убивать Видимо он ушел И навсегда Ну возможно В одной из своих Как бы составляющих Ты действительно такова То есть нельзя Никогда доводить Да До этого А там Знаете Как я говорил Зигмунд Фрейд Все люди в отношениях Делятся на две пары Ну если я могу это сказать Это наука Да Это люди в паре Сада-Маза То есть кто-то садист Кто-то мазохист И в данном случае Я о психологическом садировании Говорю И определяет степень садизма Кто? Мазохист Вот до какой степени Он позволяет На себя давить Вот столько будет Садист поддавливать А я вот так попробую Ага А я вот так попробую Еще И Это напоминает Да-да-да-да Правящих В нашей стране До каких пор Да, будет человек терпеть. И вторая пара – это экскубиционисты-воэристы. То есть кто-то в паре один выпячивает себя, а второй, так сказать, наблюдает, подглядывает. И это может касаться и социальной активности. Кто-то, например, в паре очень любит социальную активность, социальные сети и тому подобное. А второй только периодически, ну что ты там опять выложила, ну вот это убери, там что-то мне не нравится. Коррекция, коррекция. Да, да, да. Вот, поэтому здесь вот, возвращаясь к этой теме, конечно же, вот сколько мазохист позволит, столько садист будет давить. Мы сейчас ненадолго прервемся. Я напомню, что в эфире программа «Советы богачек» Ирина Богачек и Елена Михайлова сегодня у нас в студии. И мы продолжим буквально через небольшую паузу. Продолжается программа «Советы богачек» Ирина Богачек, российский психолог, у нас сегодня в студии, Елена Михайлова. Мы говорим про отношения мужчин и женщин во время ссоры. Такая экстремальная ситуация. И, конечно, эта ситуация усугубляется, если это уже, наверное, не какая-то только влюбившаяся пара, если это уже семейная пара с детьми, то есть наверняка дети тоже становятся участниками вот этих отношений. Насколько здесь всё очень сложно. Очень часто, да, матери начинают шантажировать вот это вот как бы мама, папа, ребёнок. Вот по этому поводу, потому что я знаю у себя, среди знакомых, не дают потом ребёнка отцу, да, если вдруг какая-то даже временная ссора. Начинают, в принципе, втягивать детей в эти скандалы. Мне кажется, что детская психика не готова к этому. И в будущем это может очень сильно отразиться на ребёнка. Здесь, причём как на плюс, так и на минус играют вот эти взрослые отношения. Начну с плюсов. Иногда взрослые считают, что их ребёнок – это как они сами. И абсолютно всё перед ними можно рассекречивать. Находят друзей, да, в их лице? Да. Вплоть до того, что не стесняются рассказывать про свою интимную близость. Это ужаснейшая травма для ребёнка увидеть первосцену. То есть первосцену близости родителей. Вы не представляете, какие потом последствия в будущем я вот, что называется, расхлёбываю, когда ребёнок действительно видел, как занимались любовью родители. Вот совершенно недавно у меня в терапии была барышня. Она говорит, мы с мамой ехали в купе. У мамы был её второй муж, то есть официальный брак. И они думали, что я спала, а они занимались любовью в купе. И она говорит, это был какой-то кошмар, потому что в итоге она возненавидела мать. Ну, детская психика так устроена. Это неродной отец, да? Неродной отец. И что, да, то есть там много механизмов. Она возненавидела мать. Она вообще всё это вылилась в иммунное заболевание. И, ну, в общем, девочка получила инвалидность. И сейчас уже она взрослая барышня, то есть она бизнес-вумен, но она с вот очень серьёзной травмированной психикой. Она до сих пор не может простить маму, не могла простить маму. И мы вот прям ряд терапий делали, связанных именно с этим. То есть, казалось бы, наоборот, мы с мамой такие, да, вот подруги. И мама там вот не стесняется. И какую травму получил ребёнок. То есть не нужно обязательно быть вот настолько открытым. То есть нужно быть абсолютно уверенным, да, что ты где-то в спальне и ребёнок. Есть субординация. Ты всё-таки родитель, а это ребёнок. И дети, они же как, ну, извините за такое сравнение, щенки. То есть они смотрят, кто в стае главный, кто в стае вожак. И это, может быть, зачастую далеко не родитель. То есть когда дети видят, что вот здесь есть момент вседозволенности, сколько угодно мы таких детей видим, которые вообще на голове стоят, а родители их нацеловывают во все места, потому что этот ребёнок решил, что он вожак стаи, и он будет диктовать правила и так далее. Иногда вожаков в стае бывают двое – мама и папа. И вот начинается вот эта двойственность у детей. Кому же всё-таки угодить? И ребёнок впадает в состояние детского невроза. Например, обратились с просьбой в детский психоанализ к моей коллеге. И родители относительно ребёнка, потому что он полгода учился хорошо, а полгода вообще вот как будто бы умственно отстал и на две двойки. То есть стали разбираться. А я уже вот ещё раз говорила, дети учатся не по слову, а по подражанию. Что они видят, то они будут дальше транслировать свои жизни. То есть выяснилось, что мама у него такая отличница, как бы с золотой медалью школу закончила, работает финансовым директором в банке. А папа такой свободный художник. То туда, то сюда, какую-то музыку пишет, то картины. И у них-то между собой плюс-минус вроде и неплохие отношения. То есть они живут до сих пор. А ребёнок, вот он не понимал, какие стандарты где. И он, соответственно, полгода был мамой, то есть зеркалил, а полгода папой. Но сейчас я, конечно, поговорю о таких вот совсем ужасных ситуациях, когда действительно детей втягивают в эти ссоры. И здесь есть три роли, которые потом примеряют на себя дети. Первая роль – это роль так называемого шпиона. Это прямо такое психологическое название, социальной роли – шпион. То есть когда кто-то из родителей, это может быть и мама, и папа, говорит, вот такая же интересная игра, понимаешь? А давай мы последим за твоей… Кого ты хочешь больше? За папой, за мамой? Не за кем. Ну, условно. Давай мы последим за твоим папой. Вот смотри, давай. Он сказал, что то-то, то-то. И ребёнок втягивается в эти отношения. И он действительно, то есть в начале, в момент игры… Причём он же может не хотеть это делать, но вроде как и маму не обвезет. А потому что мама говорит, если я не узнаю, значит, у нас будут скандалы, значит, у нас, может быть, даже будут драки и так далее. То есть ребёнок становится шпионом. Он шпионит, он докладывает. Хуже дальше. Эти дети начинают дальше продолжать жить с этими своими родителями и не могут устроить свою личную жизнь, потому что они являются той самой связкой. То есть это на бессознательном уровне всё формируется. Той самой связкой, без которой родители разойдутся. То есть они, ну или могут нанести, допустим, там друг другу травмы какие-то, кричать, ругаться, драться. То есть чаще всего потом вот эти вот дети продолжают жить с своими родителями и не могут устроить свою личную жизнь. Это первая роль шпиона. Вот у нас просто дозванивается человек очень-очень долго. Да, давайте. Уже с начала второй части. Хорошо. Добрый день. Добрый день, пожалуйста. Вот я хотела вам рассказать. У меня приятель был, у него мать разошлась с отцом. И чуть что, если ребёнок что-то не так сделал, она ему постоянно тыкала. Ты весь в отца. Ты такой же, как твой отец. И бедный ребёнок чувствовал себя виноватым. Мама-то разошлась с отцом, неизвестно по какой причине, а ребёнок вот весь в отца, он себя чувствовал очень ущербным. И вот такие случаи, я знаю, часто бывают. И девочек упрекают, или мальчика спасибо. Благодарю вас за ваш вопрос. Действительно, вот это навязывание как бы стереотипов, Да, это очень часто встречается. Дело в том, что есть очень чёткая такая вот у детей фиксация. Для них родители боги. И когда, например, кто-то уходит из семьи, особенно в стадии дипового комплекса ребёнка, это в возрасте от 3 до 6 лет, ребёнок потом всю жизнь не может, в общем-то, найти и себе партнёра, и гармонично выстроить отношения. То есть очень серьёзные последствия. И когда кто-то уходит из семьи, у ребёнка уже складывается впечатление, что виноват он. Это значит, он такой плохой, разбросил папа, или ушла мама, то есть такие варианты тоже бывают. И у ребёнка начинается аутоагрессия. То есть самым таким минимальным проявлением аутоагрессии, я думаю, что все сталкивались, это когда ребёнок начинает грызть ногти. Очень часто бывают, когда у детей появляются аллергии, то есть какие-то кожные проявления, то есть они расчёсывают себя до крови. Это тоже вариант аутоагрессии, потому что всё, что у нас есть на коже, это наказание себя за то, что я несовершенен, за то, что я плохой. Ну, бывают совсем такие травматические истории, когда появляется какая-то соматика у детей, и родители вынуждены вдвоём решать эту соматику. Например, какое-то серьёзное заболевание у появляется у ребёнка. Дети никогда не болеют просто так. Прошу услышать меня. Если ребёнок болеет, виноваты родители. Значит, что-то психологически складывается не очень хорошо в семье, и дети таким образом зеркалят и показывают. Потому что когда ребёнок болеет... Болеет, да. То есть наш симптом – это творчество психики. Если дети болеют, значит, ищи проблему в родителях. Что-то не то, что-то не так. А может быть, это является той самой связывающим звеном, чтобы родители в это время обратили внимание и были вместе. Вот. А вот тут ещё ты такой же, как твой отец. И идёт вот это развенчивание Бога. А такое-то какой? Да? И ребёнок может додумать. Ну да, причём это же не в хорошем контексте звучит. Додумать. То есть всё, что угодно. Это те самые родительские интроекты, которые внедряются в нас с молоком матери. Они могут нам не нравиться. Но ребёнок каким образом узнаёт, какой он? Со слов близких людей. Я уже говорила, по-моему, об этом. Как мы понимаем, что мы существуем в этом мире? Когда нам дают имя. То есть нас называют. Вот с этого самого момента мы понимаем, что мы в мире существуем. А дальше нас наделяют какими-то качествами. Например, ты какой хороший, ты какой умница, или ты какой бездарный, ты бесталантливый, ты некрасивый и так далее. И у нас нет других авторитетов. Наши авторитеты – это родители. И когда родители вот таким образом тебя напичкивают, твой вот этот сосуд под названием ребёнок, это на всю жизнь остаётся в ребёнке. Поэтому дети должны быть долюблены и дохвалены. Ну вот у нас роль шпиона первая была. Да, роль шпиона. Я продолжаю, да. Дальше вторая роль – это роль спасателя. Когда, например, мама начинает истерить по поводу того, что её бросил партнёр. Ну, в присутствии ребёнка, да? В присутствии ребёнка. Она лежит на диване, она ничего не ест. Это там, не знаю… Ну, это больше наигранная же история. Восьми дел... Нет, это на самом деле может быть так. Иногда даже в клинику неврозов эти мамаши попадают, и дети остаются там с бабушками, тётеньками, дяденьками какими-то. Ну, а здесь, допустим, она дома. И этот ребёнок жарит яичницу. Понимаешь, там ходит в магазин за каким-то там морсом. Потому что мама в этот момент регрессирует до маленькой девочки. И этот ребёнок, неважно кто, мальчик или девочка, он таким образом глобально меняется роль. Он становится её родителем. А хуже ещё и партнёром. Ну, вначале про родители, да? Вот, он становится родителем. И что? Он начинает опекать и заботиться об этой маленькой девочке. И таким образом у ребёнка вырабатывается понимание, что я должен спасти мир, иначе мой близкий человек погибнет. И даже потом, когда у этого ребёнка во взрослом возрасте уже появляется свой собственный партнёр, он также начинает о нём заботиться, спасать, чрезмерно проявлять вот эту вот какую-то опеку. А, может испортить этим отношения. А, Б, очень часто тоже не могут складываться отношения, потому что все окружающие ребята плюс-минус, где могли бы быть партнёры, начинают себя воспринимать как вот такого друга, который всегда готов прийти на помощь. Знаете, такой чип и дейл спешить на помощь. И его больше расценивают как друга, но не как партнёра для жизни. Такое, ему всегда можно поплакаться в жилетку, рассказать о своих проблемах, а чем отличается любовь от дружбы. Я предлагаю это сделать, кстати, темой передачи. В любви всегда есть дистанция, всегда есть недосказанность. И именно вот эта вот дистанция, она заполняется интимностью, эротикой, нашими какими-то проекциями. А в дружбе вот ты, вот так вот, тебе нечего скрывать. Ты можешь рассказать или поделиться вообще всем, чем угодно. И тем самым ты встаёшь, в общем-то, уже не на позицию любимого человека. Вот, то есть сокращена дистанция. И третья роль, самая ужасная, которая может быть у детей, это роль жертвы. То есть когда, например, на ребёнка выливают всю ту отрицательную энергию, ну вот как эта женщина сейчас рассказала, да? Бывает даже физическая система. Да, это всю вот эту вот отрицательную энергию, которая, в общем-то, она по отношению к партнёру. Но партнёра в этот момент здесь рядом нет. И поэтому дёрнуть этого ребёнка, стукнуть, наорать на него. А потом прийти, например, худший вариант ещё прийти и сказать, ой, извини, я сорвалась, я понимаю, что я была неправа. А потом опять это же повторяется. И опять потом извини, а потом опять. И вот мы получаем детские неврозы. Вообще невозможность потом этого человека тоже, в общем-то, выстроить гармоничные отношения. Причём-то дети в ссорах – это ужас ужасный. Если люди ссорятся, постарайтесь, чтобы ваши дети не принимали участие. У детей в будущем своя жизнь. Ну, и они учатся по подражанию. Пусть они видят, ну, плюс-минус хотя бы нейтральные отношения. Но точно не, когда люди убивают друг друга. Потому что они потом будут переносить это на свои отношения. По-другому не бывает вообще. Хорошо, Ирочка, вот смотри, а ещё есть такой момент. Ну, вот не задействуют они детей, да? Но они не справляются с ситуацией. И они тогда бегут и задействуют своих друзей. И так сказать, ну, перекладывают вот это вот отношение на плечи друзей. Это допустимо? Вот сейчас расскажу об этом. Есть такое понятие, очень сильно люблю его. Называется «Треугольник Карпана Берна». И в этом треугольнике есть три роли. Жертва, преследователь и спасатель. Вот, например, молодой человек и его девушка поругались. Девушка истерит, говорит, что он какой-то ужасный, он её обидел. И, в общем, неважно, какие-то у неё есть претензии. И бежит к своей подруге. То есть она кто, эта девушка? Например, блондинка. Назовём её жертва. Вот её обидели. Причём она же информацию перекладывает. Она бежит к одну сторону медали. Конечно. И она бежит к своей подруге, назовём её Б. Брюнетка, которая сейчас играет роль спасателя. Она её утешает, говорит, да разойдись ты с ним, да зачем тебе такой нужен. Да, посмотри вокруг, ты такая красотка, ты ещё сейчас миллион сто тысяч себе других найдёшь. И та уже вроде с такими намерениями, что всё, я больше, значит, с ним не буду. Но совершенно случайно. И они с этой подружкой наряжаются. И, например, идут в ночной клуб куда-нибудь. Приходит, и эта первая Б-блондинка встречает там вот этого своего молодого человека, с которым она разругалась. И она, например, ему просто улыбнулась. У неё, может быть, была неконгруентная дурашливость от стресса, да, что она его увидела. Но он воспринял. Помните, я говорила, что мужчины воспринимают не слова, а эмоции, мимику, какие-то телесные прикосновения. Она улыбнулась, он отреагировал. Он говорит, ну, давай, отойди сюда. Ну, как ты там поживаешь? Она говорит, как? Я хочу с тобой разойтись. Вот даже вот Б-брюнетка мне сказала, что вообще с такими вот, как ты, значит... Хотя она его знает, не знает, да. Ну, слово за слово, и у них вроде уже снова романтик. И пошло, я говорю, когда есть влечение, всё решаемо. И они вдвоём укатывают с этой дискотеки. Вот. И дальше он говорит, чтобы я больше никогда в жизни не видел твою вот эту Б-брюнетку в нашей жизни. И роли меняются. То есть что? Та, которая была спасателем, становится жертвой. Угу. Да? То есть роли поменялись. Вот. Преследователя, спасателя и жертвы. То есть её теперь начинает преследовать этот жених. Вот. Будет ли спасателем её подруга? Большой вопрос. Иногда даже из-за этого конфликты бывают. Нет, это моя подруга, она всё равно будет в нашей жизни. И тогда пошёл ультиматум. Ну, тогда выбирай. Или подругу, или меня. Скорее всего, конечно же, она выберет мужчину, и подруга будет удалена из жизни. То есть что же получается? Поэтому не втягиваться в отношения, не втягиваться в вот этот тот самый треугольник. В него и дети могут быть втянуты. То есть не втягиваться, потому что на тебе потом будет очень большая степень ответственности. Например, да, действительно, она разошлась, а он, например, женился и уже детей родил. А потом начинают переследовать. Это ты меня уговорила, да, допустим, разойтись. А может быть, если бы ты меня не уговорила, было бы всё и лучше. Вот у меня моя подруга говорит, если бы я знала тебя раньше, как бы могла измениться моя жизнь? Глядишь, нашли бы точки соприкосновения, и я бы не ушла, не выгнала своего мужа. А он далеко не ходил, он пошёл к секретарше. И они всю жизнь любят друг друга, но уже 25 лет не встречаются. Да и потом, мне кажется, когда ты говоришь о другом человеке, да, ну это в принципе ты его унижаешь, ты его раздеваешь фактически, но перед остальными. А хотел бы ты, чтобы так к тебе бы относились. Но кто виноват вот в этом треугольнике? Действительно, получается, виновата ли подруга, которая, или виновата вот та, которая пришла к подруге плакаться? Потому что, ну что, тогда подруга не должна была ей открыть двери, там сказать, иди разбирайся со своим молодым человеком, не впутывай меня. Безусловно. Задача подруги какая? Выслушать. Если она способна выслушивать. Потому что современный человек, он очень экономит свою энергию. И некоторые друзья вот в таких ситуациях говорят, слушай, у меня и так, так много своих проблем, ну вот еще твои слушать точно я не готова. А может, ты и правильно? Вот. Здесь вопрос такой, этики. То есть, кто сам для себя, какие принимает этические нормы? То есть, готов ты выслушивать, не готов ты выслушивать? Иногда людей это оскорбляют, они обижаются, говорят, ну какой ты мне тогда друг, если ты не готов послушать про мои какие-то проблемы. А вот гораздо хуже, когда вступает в отношения механизм проекции. Вот буквально два слова я хочу об этом рассказать. Проекция – это такой механизм, когда мы приписываем качество мысли и действия другому человеку, но на самом деле это наши собственные качества мысли и действия. Например, барышня начинает ревновать мужчину, говоря, что ты мне изменяешь, ты можешь уйти от меня, я тебе не доверяю. На самом деле речь идет о ее проекциях, это она не доверяет никому, да, и поэтому вот это накладывает огромный отпечаток на отношения. И малейшее его какое-то действие вводит ее в жучайшее состояние стресса, то есть что называется в тело боли, когда, например, узнает, что он что-то ей не рассказал. И все, у нее просто затмение, потому что он попал в тело боли, то есть сработала проекция. Это ее собственные страхи были, да, о том, что ее могут оставить, что ее могут… И вот эта тема недоверия, да, а партнер-то разве виноват в этом? Поэтому здесь очень важная вещь какая? Если проекций много, они разрушат отношения. Поэтому не ленитесь, что называется, не экономьте, сходите к специалисту, в данном случае к психотерапевту, чтобы решить свои собственные болезненные истории, травмы, потому что они реально будут фонить в виде проекций в ваших отношениях. Очень часто ведь мужчины, они действительно начинают подозревать женщину совершенно невинную, только лишь потому, что они где-то параллельно всегда видны двойной образ жизни. Вот это срабатывает тот самый механизм проекции. Да, да, да. А женщина, в общем-то, не знает, за что оправдываться. Когда ты безответственная, она сама безответственная, ты невнимательная, она сама невнимательная. То есть когда мы приписываем человеку, и более того, еще и верим в то, что он такой, еще и сами себя убеждаем, и сами себя накручиваем. И вот здесь вот я говорю, очень важно отделить зерна от… Блевел. Да. Для того, чтобы посмотреть, в чем истина. То есть это твои истории травматические, или действительно твой партнер такой невнимательный, безответственный и так далее. А гораздо хуже, когда срабатывают иллюзии. Иллюзии – это то, чем мы живем. Это такие вот, знаете, жесткие схемы, которые интроицированы в нас, и которые не позволяют нам выстраивать отношения, если они не соответствуют нашим схемам. Но, например, классическая схема, что должен мужчина и что должна женщина. И если, например, мужчина этого не делает, даже если у меня к нему и влечение, и любовь, и эмоции, я не буду с ним. Например, классическая схема, с которой я сталкиваюсь постоянно – мужчина должен зарабатывать. И если он не зарабатывает, значит, в общем, не место ему в моей жизни. Или он должен зарабатывать там больше, чем я. И тогда тоже, если этого не происходит, ему не место в моей жизни. А у мужчины, например, другая проекция, что женщина должна растить детей и, например, готовить еду. А она вот, ну, в силу ее собственных историй, да, например, антимама, но она очень интересна во всем другом. И она ему говорит, ну, давай наймем няню, ну, я схожу с ума, я все, я уже впадаю в депрессию. Он говорит, нет, моя мама меня вырастила, бабушка и так далее. Значит, мне важно, чтобы, конечно, мне важно, чтобы ты растила наших детей, а не какая-то чужая там тетка. И вот эта вот иллюзия, иллюзия идеального союза, она может очень сильно травмировать отношения и вот вообще вот нанести вред. Ну, это, видимо, когда люди не умеют слышать желания, ну, рядом. Ну, а у нас, на самом деле, закончилось уже практически время, но нужно нам решить, что в следующий раз будем обсуждать. А вот я предлагаю, раз в ссоры, то очень логично будет тема «О чем нельзя говорить с мужчинами?» «О чем нельзя говорить с мужчинами?» Вот, потому что, когда мы будем знать, мы женщины, о чем нельзя говорить с мужчинами, мы не будем получать обратную связь в виде тех самых ссор, вот, а наши отношения будут гармоничными, счастливыми и долгими. Может быть, мы тогда еще коснемся, о чем мы с женщинами, нельзя говорить. Хорошо, спасибо большое. Ирина Богачев и Елена Михайловна сегодня были в студии. До встречи. Спасибо. До свидания.